всем привет с вами виктория сегодня готовлю печенье новогодние выпечка на новый год это всегда празднично красиво приятно рождественское печенье получается очень вкусное и ароматное и приготовить его совсем просто 175 грамм размягченного сливочного масла добавляю в емкость к маслу добавляю 75 грамм сахарной пудры и хорошо перетираю ложкой очень важно достать сливочное масло из холодильника заранее за несколько часов чтобы оно стало очень мягким масло с сахарной пудрой стало однородным и теперь его нужно хорошо взбить миксером масса должна побелеть и стать кремовой в массу добавляю одно яйцо очень важно чтобы яйцо было тоже комнатной температуры и продолжаю взбивать немного помогаю силиконовой лопаткой вот такая примерно должна у вас на этом этапе получится масса просеиваю 210 грамм муки и хорошо перемешиваю силиконовой лопаткой также это можно сделать ложкой нужно даже как бы немного перетереть масса должна получиться вот такая вязкая и кремовая беру кондитерский мешок на мешок я надела вот такую насадку и перекладываю тесто в кондитерский мешок если у вас нет кондитерского мешка то можно отсаживать тесто с помощью просто столовой ложечки и немного формировать руками я подготовила два противня на противень я выложила пергаментную бумагу духовку поставила разогреваться на 180 градусов и отсаживаю печенье с помощью кондитерского мешка разными фигурками у меня это спиральки полосочки гусеницы фигурки могут быть самые разные для того чтобы отсадить и тесто на противень нужно приложить немного усилий но если вы сделали все правильно то все должно получиться просто из данного количества теста у меня получилось 19 штук печенье посмотрите какое красивое печенье уже получается и конечно нам его нужно запечь ставлю запекаться печенье в духовку предварительно разогретую до 180 градусов ориентировочно на 15-20 минут выпекаем печенье до золотистой корочки у меня она выпекалась 20 минут перекладываю печенье на решетку и оставляю его остыть и пока отправляю в духовку следующий противень я советую запекать противень и поочередно сначала первый противень 2 в это время поместить в холодильник и затем второй противень выпекать на среднем уровне духовке все печенье приготовилась остыла я его перекладываю на тарелку сейчас будет самый мой любимый момент украшаем печенье для этого я растопила 70 грамм черного шоколада и помогая ложечкой украшаю печенье шоколадом также его можно вот так прямо окунать и перекладываем на пергаментную бумагу чтобы шоколад немного схватился сверху посыпаем всякими присыпками или орешками можно сделать еще проще и просто присыпать печенье сахарной пудрой используйте свою фантазию украшайте печенье так как вам больше нравится ну конечно так как мы его делаем на новогодние праздники печенье у нас новогодние то лучше сделать как можно красивее вот сейчас я украшаю печенье сахарными бусинками и разными присыпками песочное печенье получается очень вкусное и ароматное тесто можно добавлять корицу имбирь гвоздику кардамон мускатный орех сухофрукты экстракт ванили все по вашему желанию я сегодня готовила просто наполнителей и как вариант можно преподнести такое печенье в подарок и в таком случае подобрать красивую коробку переложить ее салфетками уложить печенье в коробку и получится очень красивый новогодний подарок что я и сделала одну часть печенья я испекла и оставила себе нам всем покушать а другую часть нашла красивую коробку и переложила в коробку эту коробочку я отдам своей подруги готовое печенье можно хранить закрытом контейнере до недели либо вот в такой коробке у меня специальная коробка для печенья которая приложена пакетом чтобы ничего не сохло посмотрите как она ломается песочное печенье как всегда получается очень вкусный она прямо тает во рту и приготовить его можно заранее чтобы не заморачиваться на празднике надеюсь мой рецепт вам пригодится вы приготовите такое вкусное печенье порадуйте своих близких и родных а я на этом с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр лайки комментарии или хотя бы смайлик или спасибо подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новые рецепты всем желаю отличного настроения и прекрасных праздников пока пока